Речь шла и о результатах инспекционных визитов представителей FIFA и расходований средств, выделяемых на подготовку арены к проведению Мундиаля. Также зампредправительства сделал акцент на оформлении подтрибунных помещений, через которые на стадион будут проходить гости, зрители, спортсмены. Аркадий Дворкович предложил на главном стадионе города, где проходило и открытие, и закрытие Олимпиады, сохранить этот спортивный дух и разместить на фотографии самых ярких олимпийских моментов, побед, награждений, лица чемпионов. Оценил ход реконструкции как достаточно высокий. Срок у нас в ноябре 2016 года. Тестовые игры будут проводиться, опять-таки этот вопрос поднимал Аркадий Владимирович, ориентировочно в феврале 2017 года, до проведения Кубка Конфедерации мы должны провести три тестовых игры с полной загрузкой стадиона. Напомню, после реконструкции Олимпийской арены число посадочных мест увеличится на 5 тысяч, за игрой футболистов на зеленом поле Фишта одновременно смогут следить 45 тысяч человек.